Приветствую смотрящих данный видеоролик. Как мы все знаем, на Маджестике много чем могут занять себя игроки. Тулиться, фармить, рпшить. Я же всегда любил пофармить, и как только зашел на Маджестик, плотно занялся фармом угонов. Дело это прибыльное, тут и по рпшить сотрудниками можно и по тулице. Но сделав примерно 1000 угонок, я забросил это дело. Но тут вспомнил, что давно этим не занимался. И тут решил устроить себе небольшой челлендж в виде того, что 24 часа буду гонять у гонки с целью выяснить, сколько на этом можно заработать денег. Но как всегда, все свелось к нон-рп гостникам, про которых собственно больше и получился этот ролик. Так что приятного просмотра и аппетита тем, кто кушает. Поначалу все проходило гладко, иногда конечно останавливали единичные гостники, которых просто Крайм растуливал, например, или грабил их, или что-то в этом роде. Но видимо в школах закончились уроки и появились наши нон-рп гостники. Вот наш первый экземпляр. Ну здорово! Ага. Молодцы. Молодцы. Правильно, как все проводите. Проводайте между руки. У вас ответственно получается. Тук-тук постучал в окно. Да, офицер, здравствуйте. Здравствуйте, сэрик. Я являюсь сотрудником. Не сэрик, а сэр, уменьшительно ласкательный. Обращайтесь к себе. Больше уважения, пожалуйста. Здорово, господи. Здорово, господи. Здорово, господи. На поясе, значит, закреплен жетончик. Ага, сват. Ну и что, у нас сват занимается трафик стопом, что ли? Да. Что за цирк? С каких пор? Да нет. Почему сразу тырк? Он занимается. Ну а что ты, ты за что отвечаешь-то? Где? Безаки вон уже полтора часа грабит. Ну ты на трассе делаешь. Ха-ха-ха. Кто выбивает безаки? Сдоблестный сват. Сначала я сотрудникал СПД, потом уже сват. Короче, слово за слово. Им удалось меня арестовать, привезти в отдел. Но это оказался новичок. Так что отдадим ему достойное третье место среди нон-РП гостников, которых вы сегодня увидите. Все шло более-менее. Статьи, конечно, он называл неправильно, но это все не суть. Сейчас мы подходим к самому интересному. Ты сможешь, я в тебя верю. Давай, башкой моей. Ха-ха-ха. Я считаю, что я стегнул одно кольцо наручников, прикреплю к трубе. Чего, блядь? Небольшое пояснение. Посмотрите на размер данной красной трубы. Он намного больше, чем кисть человека, для которой и предусмотрен наручник. То есть физически он пристегнуть второй наручник к данной трубе не мог. За что, собственно говоря, данный гостник и понес свое наказание. 16-14, правильно, вы ему дали добро. А 16-14, что это такое сотрудник? Ответьте мне, пожалуйста, который вот меня сейчас в заломе держит. Оп, нету тела, нету дела. Наручники снимай, на выход сопровождаю в темпе. Давай, 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 давай. Долго. Мне не нравится, я не люблю, когда время тратится мое. Ну давай, давай уже, погнали на выход. Нет, не вернется. Нет, не вернется. Со мной-то, это я быстро решаю такие вопросы просто. Обожаю такую хуйню, блядь. Ты ему передай без обид, ладно, братух? Да? Братух, ты ему передай, ладно, то, что без обид. И этот, розыск, розыск, братан, обнули. Ну так происходит, когда отпускают просто. Давай. А у тебя паспорт нет, я не могу тебе розыскать. А, блядь, ладно, хрен с тобой. В два конца играй, да? Ты ему передай, только без обид, ладно, братух? Ну как бы, я до... Все, давайте вам доброго. Итак, переходим ко второму нашему персонажу на ГОСКе. Видите ли, когда человек устраивается в ГОСКу, на него начинают распространяться правила ПГО. А там немало довольно-таки пунктов. Один из них гласит, что ГОСник обязан четко зачитывать правила Миранды. А вы только посмотрите и вслушайтесь, как он это делает. За что я задержан? Ебать, чё ты сказал, нахуй? В итоге он довез меня все-таки до отдела FIB, но к этому времени он уже получил свое наказание. В виде вареника. Давай, наручники снимай, погнали. Алло! Алло! Хуем по лбу не дало, наручники снимай. Говорю, погнали, ебать, блядь. Заебали, нахуй. Мысли почитаю, оффлайн предупреждение, блядь. Давай, до свидания. Нет? Давай, 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 давай. Тип, который меня задерживал, почитай мысли, пожалуйста. Все, красава. Айда, погнали на выход, сопроводили? Спасибо большое. Погнали, погнали. Все, красавчики, ебать. Только до выхода прям, пожалуйста, чтобы меня не арестовали, хорошо? Байзак, ты лучший. Я тебя обожаю, брат. Просто я б тебе руку пожал, я б тебе самое дорогое пиво бы подарил, купил бы. Я тебе отвечаю просто. Байзак, огромное спасибо. Огромное. Просто человечество. Это садик какой-то знакомый, блин. Да я знаю то, что я долго тут не задерживаюсь. Спасибо. Блядь, чуть... Все. Все, давай, удачи. Дени, пожалуйста, за этого, фрикл. Итак, номинация самого тупого нон-рп-гостника достается данному персонажу, которого вы сейчас увидите. Вся ситуация целиком перед вашими глазами. Приятного просмотра. Брат, отвлеки их! Пошел на... Стоять, говорю, блядь. Стоять, нахуй. Чего, блин? Стоять. Так, гражданин. Стоять, я вам говорю. Куда ты уезжаешь? Стоять. Данный гостник просто дебешер. Начинает разговор со слова «блять» и просто так начинает дэмить, а после чего просто уезжает в закат. Он долб... Ты неадекват, что ли? Ты неадекват, что ли, или чё? Чего нахуй? Чего, блядь? Кивал башкой, блядь. ДБ, ДМ, НРП, поведение. Бан нахуй хуесосу! Бан ебать нахуй! Понял? Бан ебать, блядь. Так, 32-я угонка, 5 косарей. Народ, всё, в пизду, короче, это всё. Хватило меня на сколько? Да, 28 строк не помогло. На 20 часов, короче, меня хватило, народ. Всё, всем спасибо большое. Нету больше сил, короче, блядь, усталая. Рассеянность, невнимательность, блядь, вредит поиску угонов. Поэтому, всем спасибо, кто был на стриме. Всех обнял, всех приподнял, всем всего наилучшего. Но вернёмся непосредственно к результатам. Стрим шёл 20 часов, из них в 18 часов я гонял угонки. Было доставлено 32 угонки на общую стоимость 547 тысяч. Две угонки я не доставил, так как меня пытались посадить гостники. Также 4 угонки, в общем, я просто не нашёл. Но что самое главное, ни один нон-рп гостник не смог меня посадить за решётку. А если хочешь видеть подобный материал в прямом эфире, подписывайся и заходи на стриму. А если и ты захотел поиграть на Majestic RP, все ссылки для регистрации и скачивания в описании к данному видео. Также не забудь указать мой личный промокод КРАЙЗИКОП, который даст тебе неплохие бонусы при достижении третьего уровня твоего персонажа. Всем спасибо за просмотр, всем добра.